Добрый вечер. В эфире АГТРК «Открытый вопрос» и я его ведущая Изида Чаня. Сегодня мы поговорим о беспорядках в Дранском СИЗО с депутатом парламента Валерием Агарба и начальником штаба МВД Валентином Трапш. Здравствуйте. Прежде чем начать разговор, я хотела бы все-таки рассказать о том, каким образом я приглашала на нынешнее мероприятие, на сегодняшний разговор представителя надзирающего органа. В течение почти что полутора дней мы вели с ним переговоры и я пыталась объяснить, насколько это необходимо объяснить зрителям, насколько важно объяснить зрителям, что происходило в Дранском СИЗО именно со слов помощника генерального прокурора, надзирающего над местами заключения. Алиас Таня категорически отказался появиться в эфире АГТРК. Но, несмотря на это, мы продолжим этот разговор. Соля, сам Таня, пусть разбирается генеральный прокурор, а мы попытаемся восстановить хронику событий и ответить на вопросы, волнующие наше общество. Валера, к тебе первый вопрос. Как все это происходило? Как ты узнал о событиях, происходящих в Дранском СИЗО? Ну, события, в принципе, 12 декабря уже всем известны и широкая общественность знает о происходящем. Мы узнали из звонков родственников, которые звонили не только мне, но и многим депутатам о происходящих событиях после проведения проверки, возмущения заключенных. И мы добровольно, по собственной инициативе, приехали в следственный изолятор поселка Дранда. Там уже присутствовали сотрудники правоохранительных органов. Действительно, фактически, следственный изолятор был под контролем осужденных. Содерживаешься там и за обвиняемых, подозреваемых в совершении преступления. Мы предложили свои услуги в качестве такого третьей стороны и выступили вот такие переговоры, если так можно их обозначить, ряд депутатов и сотрудники правоохранительных органов. И, в принципе, посредством многих условий мы пришли к такому единому консенсусу и нашли взаимопонимание и сотрудники правоохранительных органов, и осужденные, находящиеся в этом следственном изоляторе. Самое главное, что мы преследовали какую-то цель, чтобы не было никаких столкновений, чтобы обошлось все без жертв. И в таком вот обычном законном порядке был восстановлен режим содержания и правопорядок. Валентин, в чем заключались беспорядки, собственно говоря? Что стало причиной для протеста заключенных? Наверное, нужно начать за несколько дней раньше, когда с инспекцией выехал следственный изолятор, министр внутренних дел, заместителем, министра внутренних дел Джугеля, курирующим это направление, и начальником управления тылового обеспечения ГОГО. Они проверили условия содержания, состояние самого здания, режимного объекта. Было сделано очень много замечаний начальнику СИЗО. И в первую очередь это наши тоже недостатки, мы это понимаем. В сегодняшний день министр внутренних дел у нас сложилось так, что когда Леонид Забшева приходит, у нас происходят какие-то, не знаю, сложные процессы, будем так говорить. В первый раз, когда он приходил, министр внутренних дел, был какой-то резонанс, связанный с СИЗО. Сейчас то же самое, но сегодняшний случай, который мы обсуждаем, вот 7 числа он произвел инспекцию, 11 числа у нас был побег, как мы знаем. По горячим следам, совместно с Центром специального назначения, с сотрудниками СГБ и нами ровно через 13 часов, данный, значит, человек был задержан. И во дворе он обратно в ИВС, в следственный изолятор. Проходил обыск, обыск проходил после того, как был задержан, сбежавший, или он проходил до этого? Были изъяты какие-то предметы, все говорили, что это предметы, которые не разрешены к использованию в местах заключения. Что это за предметы? Вы знаете, можно много говорить, можно перечислять большой очень список, такие предметы, как колючие, режущие предметы, это ножи, заточки, телевизоры, холодильники, игральные карты, фишки игральные. Там, ну, перечень слишком большой, чтобы его здесь весь озвучивать. Действительно, это как-то правдами и неправдами попадало заключенным. Они этим пользовались, чувствовали себя вольготно. Как отметил министр внутренних дел, наши заключенные чувствовали себя в изоляторе так, как некоторые наши отдыхающие могут себя не чувствовать в домах отдыха. А с чем вот это было связано? То есть никогда не проводилась проверка в следственном изоляторе? Откуда вдруг вот оказались у них все эти колющие предметы? Когда последний раз вообще проводилась проверка? Кто должен был проверять их? За режимом на данном объекте следит начальник СИЗО, который на сегодняшний день отстранен, проводится служебное расследование. По итогам расследования, видимо, будут сделаны какие-то выводы. Не буду заходить вперед, но время покажет, как говорится, все, что у нас было, какие замечания и что мы предпримем в отношении бывшего начальника изолятора. Но это у нас не тюрьма. Мы должны обозначить себе первостепенную задачу поставить, что это у нас не тюрьма, это следственный изолятор временного содержания, так грубо говоря. Для того, чтобы людям дать возможность сидеть как положено, вот как должны в тюрьме сидеть люди, мы должны им дать условия создать. Я слышала, что там условия более чем великолепные, как в какой-то категории людей. Которые эти условия создали они сами себе, видимо, не без нашего, как говорится, молчаливого согласия, будем так говорить. Ну вот расскажите, очень много слухов ходит, говорят, что там были какие-то номера для отдыха, сауны, бани. Где вот правда, где ложь? Где вот эта вот информация правдивая? Где обрастает мифами? Вы знаете, очень много слухов ходит вокруг нашего изолятора. В действительности, там были отведены места для свиданий, но они были благоустроены таким образом, что они выглядели не хуже номеров для отдыха. Понятно. Валера, Вы исследовали условия содержания. Что ты можешь сказать об условиях содержания следственного изолятора? Валера, Вы исследовали себя вот с новым составом парламента, пятым созывом и тем комитетом, который я возглавляю, на возложенные также функции соблюдения прав человека. И мы, в принципе, не первый раз туда попали. И на протяжении этого периода времени с депутатами, с прокурором по надзору мы часто посещали места содержания под стражей. Это не только следственный изолятор СИЗО, но и ВС, изолятор временного содержания при МВД и изолятор при СГБ. На сегодняшний день в самых лучших условиях, надо отметить, что сегодня находится изолятор временного содержания СГБ, потому что он по своему масштабу небольшой и смогли силами, собственными средствами восстановить определенные условия. Что касается следственного изолятора Дранда и изолятора ВС, так и, в принципе, в каждом районе изолятора временного содержания, они действительно находятся в таком плачевном состоянии. Ты говоришь именно о здании? Нет, не о здании, а именно о нормах, которые установлены законом. Это и санитарно-гигиенические, и нормы размещения на каждого осужденного, или отбывающего наказание, или подозреваемого содержания современно. И, естественно, эти условия не точно не соответствуют нормам установления закона, но и не соответствуют обычным, хотя бы таким вот бытовым, так скажем, на таком бытовом уровне, чтобы гражданин, содержащийся там, он мог бы хотя бы минимально как-то вот свой быт там провести сносно, так скажем. Но это все понятно лишь потому, и на многие вещи закрывались глаза стороны государства, потому что, действительно, как было сказано, это не тюрьма, и не колония, и никакое иное учреждение пенитенциальное, так как у нас нет возможностей, и государство сегодня не создало эти условия, чтобы в полной мере требовать соблюдения норм закона. Да, в каких-то случаях сами заключенные, да, в каких-то случаях сами заключенные где-то и восстанавливали свои камеры собственными силами, те же, так называемые эти номера, это комнаты для свидания, которые они также своими силами восстановили для того, чтобы можно было там увидеть со своими родственниками, семьями, женами, матерьми, матерями, детьми. Ну вот все равно все это, конечно, в таком достаточно плачевом состоянии, почему? Потому что еще даже в рамках комплексного плана были заложены средства, выделенные на какие-то ремонтные работы, да, но мы ездили, смотрели, там было установлено такое стационарное централизованное кондиционирование, которое так и не заработало. Лет там, оно не обеспечило их достаточной вентиляцией, прохладой, зимой сегодня также не обеспечивает их теплом. И эта вентиляция тоже входила в эти 100 миллионов? Она на эти деньги? Да, и это оно в рамках этого комплексного плана, в рамках этих средств, которые были выделены на следственный изолятор. Но я, правда, не знаю, там действительно 100 миллионов или большая сумма. Мы, как вы знаете, в понедельник создали решение парламента, на своем заседании создали парламентскую комиссию, которая будет изучать соответствие законодательства в учреждениях в следственном изоляторе уголовно-исполнительного. И закон, который у нас сегодня существует о порядке содержания под стражей обвиняемых подозреваемых в совершении преступления, в том числе и в соответствии материально-бытового и медико-санитарного в состоянии по соответствующим установленным нормам. И мы также запросили и финансовые средства, которые выделялись за последние годы, чтобы можно было уже предметно говорить, какие нормы соблюдались, какие средства были использованы, куда они пошли. То есть мы сейчас приступили, мы уже были по стилю в понедельник уже в таком расширенном составе, следственный изолятор, собираем информацию, будем изучать уже выявленные пробелы и в действующем законодательстве, так как у нас, как я говорил, закон, регулирующий порядок содержания, он только действует в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, но никак не затрагивает права и законные интересы уже лиц, отбывающих под суд, осужденных и отбывающих наказания. Действует у нас старый исполненный трудовой кодекс Грузинской ГССР, в 71-м году, если не ошибаюсь. И все-таки поводом для бунта стали условия содержания или то, что провели обыск, или то, что, насколько мне известно, смотрящих, так называемых смотрящих переместили в какое-то другое помещение. В чем причина, собственно, бунта? Условия содержания – это проблема 20-летней давности, если не больше. То есть ничего нового, на самом деле, здесь не произошло. Произошел бунт? С чем это все-таки связано? Но парламентская комиссия не ставит целью изучить причины и условия этого, так называемого, бунта. Насколько нам известно, уже возбуждено уголовное дело прокуратуры Грузинского района по факту организации массовых беспорядков. И парламент, в принципе, и не может подменять правоохранительные органы, в том числе органы прокуратуры по исследованию. Ведется соответствующая работа, эти факты будут установлены. Но мы, как видим, как вопрос... Организация беспорядков создавалась внутри тюрьмы или все-таки это было извне? Мы не можем точно это сказать, но, видимо, возмущение тех же заключенных вызвали, может быть, возможно, некие перегибы со стороны правоохранительных органов при осуществлении досмотра. Хотя, вот мы, насколько знаем, в пятницу до этих событий сам министр внутренних дел был с личным составом, проводили проверки, проводили обыск, велись разъяснительные работы и вроде как бы пришли к какому-то общему знаменателю и там бы никаких беспорядков не было. То есть они не планировались ни под каким словом? Это неизвестно. Но все-таки, видимо, имело место такие факты и ранее, потому что в 2009 году, вот мы поднимали законодательство, в процессе изучения, был подписан приказ генеральным прокурорам об организации надзора за местами содержания по страже лиц отбывающих наказаний, содержащихся по страже обвиняемых подозреваемых. И многие факты там тоже были отражены. Естественно, конечно же, прокуратура поручила и прокурору города, и заместителям прокурора, курирующим надзор за местами отбывания наказания, что все-таки соблюдать, осуществлять надзор за уголовным исполнительным законодательством и взять это как за основу соблюдения конституционных прав граждан, содержащихся... То есть, с тех пор изменилось, просто напрашивается вопрос, да? Желательно, конечно, чтобы генеральная прокуратура более активно принимала в этом участие, потому что функции надзора, не только уголовное преследование, но и функции надзора также вменены генеральным прокурорам в соответствии с законом. Естественно, были установлены прямо конкретные даты и сроки, что необходимо там каждые 10 дней проверять учреждения отбывания наказаний. Проявляются они вот каждые 10 дней или нет? Мы это сейчас сегодня не знаем, но мы хотим тоже как бы установить, насколько эффективно соблюдается не только закон о прокуратуре, но и в том числе и приказ генерального прокурора. Самая главная, основная была задача, это своевременно выявлять, пресекать и предотвращать какие-либо в дальнейшем и в будущем нарушения прав и законных интересов. Насколько это эффективно, это, конечно, должно быть... Сколько средств из бюджета выделяется на содержание заключенных и, если это возможно, поскольку обходится государство содержание одного заключенных? Есть у нас сегодня такие данные или мы ими не обладаем? Эти данные есть, конечно, в Министерстве финансов и Министерстве внутренних дел, так как эти учреждения находятся на балансе. Кстати, я хочу сказать, что эти пенитенциарные учреждения во всех странах, они находятся не в структуре МВД, а в структуре Министерства юстиции. Это дополнительная нагрузка в данной ситуации на наши Министерства внутренних дел. Но исходя из тех возможностей и тех обстоятельств, которые сегодня сложились после войны, конечно, учитывая больше силовые возможности, спецсредства и законные милиции, позволяющие применять и физическую силу, и устанавливать режим, конечно, сегодня это... Но это тоже неправильно и, может быть, когда у нас будет больше возможностей, конечно, это будет надо будет приводить соответствие. Но в Министерстве внутренних дел мы запросили, так как мы своим постановлением также обращаемся и к органам Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры за содействием, в том числе, Министерством финансов, Министерством здравоохранения, потому что там не только расходы связаны с заработной платой и содержанием администрации учреждений, но в том числе и есть установлены в Кабинете министров необходимые перечень продуктов питания, которые рассчитаны по нормам для мужчин, для женщин. Эти, кстати, по закону это обязательно, и каждый заключенный или содержащийся по стаже имеет право на получение бесплатного и питания, и каких-то бытовых, гигиенических каких-то приборов, условия. Мы запросили эту информацию, медикаменты, в том числе и есть кто нуждается в каком-то стационарном лечении, что тоже связано, кстати, с проблемами, потому что в этих условиях обеспечить медицинское обслуживание хотя бы на минимальном уровне практически невозможно. Мы вот недавно приняли изменения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальные, Кабинет министра принял положение о порядке освидетельствования, перечень заболеваний тяжелых, которые препятствуют отбывать наказание в этих условиях. Наконец-то он вступит в силу с 1 века 2016 года и будут уже действовать. Заключенные окажутся больны именно этими болезнями, да? Нет, там очень узкий перечень, по этому постановлению заключенный должен болеть таким очень тяжелым заболеванием, там расписано оно, это онкологическое заболевание или сердечно-сосудистые заболевания, очень сложного такого характера. Значит, средства постоянно, конечно, выделяются. Мы запросили вчера эти данные, как с Министерства финансов, так и с Министерства внутренних дел. Ждем, пока мы будем, комиссия будет работать, изучать, мы изучим, обобщим, посмотрим, как выделять, насколько эффективно и насколько целевое было использование этих средств. Тоже одна из составных проблемных вопросов, которые нужно будет необходимо решать. Но самая главная и самая большая проблема, это, естественно, условия содержания. Это характер содержания самого учреждения, какого оно вида, закон предусматривает исполнение трудовой, разные виды учреждения, отбывания наказания от тюрем, колоний, колоний-поселения. Но также мы ранее, когда посещали изолятор, время содержания МВД, и, конечно, условия были ужасные, мы попросили, чтобы создали дефектные акты с метроосхода, хотя бы провести минимальный ремонт, связанный с противопожарной безопасностью и условиями содержания заключенных. Как министр внутренних дел поднял этот вопрос на Совете безопасности, насколько я знаю, обратились даже к коллегам из Российской Федерации, вроде нашли взаимопонимание и обещали помочь в этом вопросе, не только привести в соответствие действующие изоляторы, но и необходимо построить колонию специализированную, в том числе, где можно было бы обеспечено право на труд и где заключенные могли бы трудиться, зарабатывать деньги. И не в наших трудных условиях не беспокоить родственников с этими передачами продуктов питания и всего остального. Я сейчас все-таки обращусь к Валентину, я думаю, что он в этом вопросе более осведомлен. Вот, кстати, к вопросу о питании. Нормы питания, я не могу сейчас точно называть цифру, но когда я последний раз была в изоляторе временного содержания, мне сказали, что на каждого заключенного отводится где-то около 150 рублей. Вот в Драндо, не знаю, но в Сухумском изоляторе временного содержания еда была вполне приличная. То есть я так поняла, что эту пищу едят как сотрудники МВД, так и заключенные, что столовая одна и готовится все, собственно говоря, в одном котле. Между тем, значит, выделяются средства. 150-200 рублей это совсем не малая сумма на одного заключенного на питание в день. Что происходило? Почему эти родственники постоянно вынуждены были носить еду в СИЗО Драндо? Ну, как было ранее сказано, наши заключенные, некоторые, отбывают срок в более таких хороших, шикарных, я так в кавычках говорю, шикарных помещениях. Питались исключительно, ну, может быть, не все питаются так на улице, как сегодня некоторые питаются внутри. Я вам приведу маленькую статистику по денежному эквиваленту. Вот 150-200 рублей это только на питание обходится. Сегодня один заключенный государства обходится в районе 545 рублей. Но эта цифра может плавать. Мы понимаем, хлеб сегодня стоит столько, завтра столько, молоко столько, завтра столько, гречка тоже самое, цены пляшут. Поэтому это не маленькая сумма. Это там идет вывоз мусора за воду, за электроэнергию. Кстати, больше всего почему-то здесь в этом перечне получилось так, что за электроэнергию на одного человека уходит больше всего денег. Это свет, обогреватели, нагревание бойлерных, котельных, там вода теплая нужна, еще что-то нужно, тем более в зимний период. А у нас климат сырой, мы понимаем, что нужна теплая вода, но человек должен элементарно привести себя в порядок. Так что... Так все-таки питание было в Дранском СИЗО или не было питания? Готовили им столовая, существовало или не существовало? Естественно. Почему тогда родственники все время говорят, что им приходилось ежедневно носить передачи? Вы знаете, как бы там ни было, ну, если взять мать и ребенка, мать, которая осталась дома, и ребенок, который попал в изолятор, естественно, для этой матери ребенок... Целью жизни становится наказанной. Становится ее жизнью, да. Это мечта матери, чтобы ребенок был сытым. Она, естественно, хочет принести ему домашний сыр, хочет ему приготовить домашнюю курицу, принести мамалыгу. Вот из этого все складывается. Ну, вы знаете, вы так как бы из этого все складывается, но если мы сегодня будем сравнивать 200 рублей на человека, сегодня... Нет, но существует... Некоторые не составляют для одиноких матерей, если мы сделаем перерасчет для... В детских садах, я не думаю, что 150 рублей уходит на питание ребенка. Это достаточно большая сумма, и я скажу, что многие люди, которые живут на свободе на 150 рублей в день, не питаются. Если брать вот потребительскую корзину, мне так вообще-то кажется. Ну, для меня это... Либо эти продукты действительно не поступали в следственный изолятор, либо этими продуктами каким-то образом пользовались по-другому, либо у нас заключенные, как бы, у заключенных повышенные какие-то требования к питанию. Вообще, я не знаю, насколько это было бы законно. Можно было бы пригласить или выехать туда и спросить у заключенного, чем он питается и нравится ли ему еда, которая... Славик, спрашивали ли вы об этом? Конечно, мы спрашивали. Ну, что они говорят про это? Естественно, они особо так не жалуются на условия питания, но, конечно, оно не соответствует, может быть, тем потребностям физиологическим человеком. Даже в самом названии этого постановления Кабинета Министров само звучит суть. О утверждении минимальных норм питания. Там рассчитаны по граммам, что, например, там, не знаю, 100 грамм, там, не знаю, мясо, предположим, условно, там, или 20 грамм, там, масло. 35 хлеба. Как вы думаете, это будет достаточно для взрослого человека, для мужчины и так далее? Там установлено также для женщин. Женщин, там, ну, понятно, что у нас нет, сегодня не содержится женщин с детьми. Там отдельно та же норма основная. Кстати, наши женщины заключенные содержатся в изоляторе временном содержании МВД. Тоже не соответствующим, кстати, нормам и стандартам. Они должны содержаться отдельно. Условия дранды СИЗО, конечно, лучше, чем изолятор временном содержании, где нет возможности фактически для прогулок, нет возможности для какого-то общения. В драндском изоляторе есть прогулки? Да, там установлены прогулки, соответствующие законам, они должны быть не менее часа. Естественно, там возможностей больше для этого. Ну, понятно, что должны содержаться раздельно и мужчины, и женщины. Так и, в принципе, по закону должны содержаться раздельно и отбывающие наказания, и подозреваемые совершения преступления, совершившие тяжкие преступления, и попавшие, привлекаемые к уголовной ответственности впервые. Там очень много разных установленных норм, правильных норм, которые при соблюдении этих норм никаких бы проблем не возникало. Но так как у нас в государстве возможностей нет, и опять-таки возвращаемся к тому, что у нас не созданы эти условия, чтобы соблюдать закон. Может быть, все-таки речь идет не о создании, а о плохом контроле за средствами, которые выделяются. Я, собственно, пытаюсь к этому подвести. Это и тот же комплексный план, из которого было выделено 100 миллионов, и никто не может члену раздельно сказать. Но оно не является основной проблемой и основной причиной. Вот это я вам точно могу сказать. Возможно, какие-то будут нарушения, если мы их можем выявить. Ведь мы привлечем туда и контрольную палату, для того, чтобы более эффективные, так скажем, профессионально были изученные средства, расходования этих средств. Сделаем выводы, посмотрим. Но все-таки я считаю, что именно выделение этих средств, если возможно какие-то такие преступления, связанные с коррупционными какими-то условиями, они имели бы место, но прямо они на условия содержания не влияют. Потому что все-таки правильно, вот как говорил Валентин, что нашли формы совместного, так скажем, общежития, когда родственники приходят, так как государство не может обеспечить необходимыми всем условиями, нашли способы, одним словом, так-то проживать, бытовые себе, не знаю, те же вопросы питания, как-то смогли это сделать и, в принципе, там, в общем-то, всех устраивать. Никто особо там не жалуется на то, что не достает, там, каким-то нормативам не соответствует. Все не жалуются, но между тем беспорядки состоялись, да? Вот я недавно была в изоляторе временного содержания МВД, там тоже никто не жаловался, тоже все были очень довольны, были довольны питанием, очень, я бы сказала, даже теплые отношения у них были и с сотрудниками МВД. Меня даже так немного резануло мое ухо, когда кто-то там, дядя такой-то обращался к сотруднику милиции. Вот, достаточно были теплые, поэтому для меня, вот, я понимаю, что это было какое-то, вот, Дранда, было какое-то компромиссное решение, да? Собственно, не поступало никаких жалоб ни в парламент, насколько я знаю, ни в прокуратуру, ни в МВД заключенных, никогда. Когда-нибудь рассматривался вопрос Драндского СИЗО вообще на какой-нибудь сессии парламента? Какое-то представление делалось? Да, неоднократно мы, как я говорил, когда мы посещали эти изоляторы, и не только Дранда, но и изоляторы ВССГБ, мы выявляли, обращали внимание и правоохранительных органов, многие вещи по мере возможности в таком вот рабочем порядке как-то исправлялись, в том числе вот содержание там условия карцера, условия там каких-то бытовых, вот мы в парламент в свое время нашли средства, выделили, вот для женских камер мы приобрели кондиционеры, которые министр тоже вошел в положение, что необходимо их восстановить, но на самом деле там есть и больные люди, которым очень тяжело, особенно в летний период, где практически нет доступа к кислороду, и это как-то вот их смягчило какой-то быт. Естественно, жалобы особенно по следственному изолятору, и особенно от женщин поступали неоднократно. Там элементарно просто даже гигиенических норм не могут они выдержать, и поэтому там совершенно другие требования, которые там предоставить невозможно. И с следственным изолятором поступали жалобы в парламент неоднократно, как и в отношении уже осужденных отбывающих наказаний, как и... С следственным изолятором и трампом вы имеете в виду, да? Но так как парламентские функции тоже и полномочия ограничены, так как парламенту запрещено вмешивать содействие как в судебную власть, так и в органы дознания, предварительного следствия, это прямо законом запрещено. Но наши полномочия, естественно, могут позволять осуществлять контроль, и те заявления, которые поступали в парламент, связанные с нарушением их законных прав, применением недозволенных методов в отношении заключенных или подследственных, мы эти материалы незамедлительно сразу же переправляем к генеральному прокурору с требованием провести соответствующие проверки, установления фактов и принятия мер соответствующих законодательствам. Не перепринимаются соответствующие законодательства? Производятся разные мероприятия, в том числе связанные с данными событиями и смертью в СГБ, и там происходит... Мы знаем, что новый руководитель Маргане проводил внутреннее расследование, определен был круг лиц, где были зафиксированы факты превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов в процессе следствия. Ну, я знаю, что сегодня никто не позволяет себе каких-то противоправных действий в отношении подозреваемых, обвиняемых. В принципе, в этом отношении вроде как бы закон соблюдается, и смогли сохранить вот эти вот установленные нормы. Вот, Славик, вы говорите, что условия содержания не соответствуют нормам. Между тем, парламент дает согласие на подписание соглашения об обмене заключенных между Российской Федерацией и Абхазией. Насколько мне известно, граждане Российской Федерации из нашей тюрьмы покидать не хотят. То есть они в российские тюрьмы ехать не желают. Между тем, Абхазы уже подают заявление о том, что они хотят отсидеть срок в тюрьмах Абхазии. Насколько мы в состоянии обеспечить им вот эти условия? Может, мы поторопились с подписанием этого соглашения, если у нас такие тяжелые условия в следственных изоляторах? Ну, во-первых, да, мы не дали согласия, мы ратифицировали фактически это соглашение, которое действительно придает ему законную форму. Кстати, очень много было спекуляций на эту тему, и многие интерпретировали, что якобы мы можем своих граждан выдавать для отбывания наказания в Российскую Федерацию. Это исключено, Конституция запрещает прямо, не выдавать никакой ссылки, высылки, как было в советское время. Это недопустимо, и большинство стран мира в Конституции ограничивает для выдачи своих граждан. Это само соглашение, оно больше направлено не потому, что у нас, оно априори понимается, что мы должны обеспечить как государство условия содержания и отбывание наказания. Оно больше преследует цель адаптации и отбывания оставшегося наказания в каком-то вот психологически близком ему или комфортном ему кругу, да, обществу, то есть уже как-то ближе к социализации. Я, насколько знаю, один гражданин Российской Федерации, который задержан и отбывает наказание здесь, он изъявил желание вернуться на родину и отбудет поставшуюся часть там. Есть такое граждане? Я не могу сказать о факте, который говорит наш друг, но буквально вчера наш гражданин Республики Абхазии был передан российской стороной для отбывания срока у себя на родине. Вчера эта передача состоялась. Человек в сегодняшний день содержится в изоляторе в городе Гаграх. Здесь не представилась возможность, потому что сейчас и в МВД, в изоляторе МВД и в Дранском, в СИЗО, пока идут служебные проверки, пока идет разбирательство. Его, как нового сюда человека, не стали определять. Я вот говорила с двумя гражданами Российской Федерации и в СМВД, заключенными, естественно, они категорически не хотят возвращаться в Россию, и они предпочитают отсидеть. Потому что, я вам скажу почему-то есть. Мы тоже беседовали с гражданином, который был задержан. У нас, так как у нас, опять-таки нет условий, все время возвращаемся к этим условиям. Вы знаете, что у нас был принят закон о временном порядке исчисления сроков содержания по страже. Установлены режимы, так называемые особый режим, строгий режим, общий режим и колония-поселение. Естественно, у нас нет этих учреждений, никаких колоний нет. И эта форма позволяет сократить, влияет только на срок содержания. Если, условно, если заключенный, осужденный, приговорен в 9 годах лишения свободы, но при режиме колонии-поселения он фактически отбывает наказание 3 года, потому что у нас день отбывания наказания приравнивается к 3 дням. И, естественно, это непосредственно влияет на срок содержания. Если бы он попадет в то же учреждение, то же, предположим, колонии-поселения в Российской Федерации, он будет отбывать наказание. Тот срок, который ему вынесен, будет установлен судом. Поэтому в этом случае граждане Российской Федерации находят для себя более приемлемые, несмотря на действительно суровые условия содержания здесь, но климатические более-менее. Условия действительно бытовые, или санитарные, они не соответствуют, но они готовы здесь переждать этот срок небольшой. И по этому приговору и в соответствии с этим режимом им быстрее выйти на свободу. Отсидеть. Валентин, какая сегодня ситуация в следственном изоляторе? Все ли заключенные находятся в камерах? Я слышала, что режим свободного хождения у них продолжается. Соответствует это действительности или нет? На сегодняшний день режим свободного хождения по территории внутри СИЗО предотвращен, как будем так говорить. Заключенные практически находятся все. Если не в камерах, то они находятся у себя в крыле. Объясню, что это такое. Первый этаж подразделен на два крыла. Правое крыло и левое крыло. Раньше люди выходили, свободно ходили по двору, внутри территории, общались друг с другом, проводили время, будем так говорить. Сегодняшний день камеры, когда мы пришли 10 числа после побега, камеры были сломаны, задвижки были заварены, замки были вновь куплены и повешены. Но за ночь получилось так, что будем так говорить, что здание само расшатано. Наши заключенные постарались сделать все, чтобы эти задвижки и замки были опять вывернуты и сломаны. Теперь на сегодняшний день заключенные так не гуляют уже, как раньше по двору. Они находятся внутри самого здания. Перекрыты крылья. Вот правое крыло перекрыто. Они между собой еще пока на сегодняшний день ходят, общаются. Заказаны опять новые замки. На литейном механическом заводе города Сухум заказаны новые задвижки. И сегодняшний день, вчерашний день и завтрашний день идет процесс налаживания закрытия, правильного закрытия дверей и замков. Забариваю. Это снова не станет поводом для возмущения со стороны заключенных? Ну, вы знаете, министр МВД на сегодняшний день человек слова и жесткий немножко в этом формате. Ни на какие условия он не идет. У него есть свои взгляды, правильные, как у сотрудника милиции в первую очередь. И не собираются они выполнять, идти на какие-то условия. Он знает, что режим должен быть и он будет. Я можно добавлю тоже. Со стороны уже заключенных, так как мы выезжали и беседовали с заключенными, со стороны содержащихся там в СИЗО полное есть понимание, что действительно необходимо установить соответствующий режим, укрепить технически вот эти двери, которые действительно не соответствовали. Они изготовлены на очень какого-то тонкого металла. Никакого противодействия не будет этому. Это однозначно. Об этом они высказывались и они ждут, когда будет материальный. Это вопрос опять-таки материально-технической стороны. Их надо заказать, выделить средства. Но вроде, насколько мы знаем, уже соответствующие материалы уже приобретены и вот будет установлено в ближайшее время никакого иного, какого-то нового бунта или по этому поводу в связи с тем, что будут установлены двери и соответствующие замки не будет это точно. Я, честно говоря, так и не поняла, чего они тогда возмущались, чего они бунтовали, если речь идет только вот... Мне все время такое ощущение, что кто-то чего-то недоговаривает, что там есть какая-то еще причина возмущения, что просто вот в обществе не хотят об этом говорить. Возможно, боятся. Вы знаете, наслоение разное и этот день он обрастал, как снежный ком, разными слухами. Здесь пытались какие-то политические процессы включить, что якобы кто-то регулирует эти процессы, там, сторонники власти или оппозиция. Но все это, конечно, отмелось и таких фактов не установлено. И сами же заключенные понимают, что не было ни такой необходимости и никто не желал, наверное, так, чтобы этот побег стал причиной этих обысков. Так все-таки побег причина обыска? Ну, это в ЧП. Нет, это побег причина обоста? Нет. Дело в том, что это произошло чрезвычайное происшествие. Несмотря на выделенные средства и установку вот этого забора и корючей проволоки, все-таки нашел способ этот человек каким-то образом покинуть эту территорию. Естественно, сотрудники правоохранительных органов, как и подлагает закон, они имеют на это право полное соответствие с законом, провести соответствующие мероприятия и то, что они сделали. Что там в процессе произошло и почему стало поводом на следующий день, это вот занимается следствие, будут выяснены эти причины. Сегодня такой точной информации нет. Но точно знаем, что ни сотрудникам правоохранительных органов, ни заключенным такая ситуация навряд ли была выгодна, чтобы именно так произошло. Я знаю, что к процессу переговоров присоединился и министр обороны. Вот как-то для меня это немного удивило, о чем договаривался, вот в качестве, о чем шла речь с министром обороны? Я не присутствовал в момент, когда министр обороны разговаривал с нашими заключенными, но речь сводилась к тому, что силового захвата как бы никакого не было, ни со стороны заключенных, ни со стороны сотрудников милиции не было силы применено. Во избежание всего этого и как бы снятие стресса пришел министр обороны и я считаю внес большую лепту. То есть своим авторитетом? Да, своим авторитетом. Хочу еще спросить, время наше подходит к концу, поэтому я хочу быстренько спросить, какой выход из создавшейся ситуации? То есть понятно, что СИЗО не удовлетворяют никаким требованиям, что в них невозможно соблюдать те права, которые обязаны соблюдать государство по отношению к заключенным. Что делать в этой ситуации? На этом этапе я думаю, что по результатам, как у нас и принято постановление, мы должны сделать предложение вывода, представить парламенту, но это будет связано кстати вот и с финансовым обеспечением и с пробелами законодательства, которые сегодня уже выявлены на этом этапе, но это все-таки временные меры. Естественно, на этот период в данном случае конечно наиболее эффективный метод так скажем установления законности это конечно отзоры прокуратуры в том числе. но самое главное, что это способствует нормализации исключения в дальнейшем будущем таких вот чрезвычайных происшествий это строительство. Необходимо выделить конечно найти источники финансирования, построить соответствующее учреждение, колонию, которая будет отвечать всем нормам, где будет обеспечен гарантированный права заключенных, как я говорил, и право на труд, и право на прогулки, и улучшение своего... так как тот же исполнительный трудовой кодекс в своих первых статьях о принципах указывает, что главное это не является кара за нарушение преступления, за совершение преступления, но это воспитание, перевоспитание, адаптация его, социализация, то есть вот в данном случае нужно двигаться в этом направлении, изыскивать средства и строить соответствующие учреждения, на что вот я насколько знаю очень активно с приходом к должности министра внутренних дел очень активно занялся, он прекрасно это понимает, что необходимо это реализовать и без соответствующих установлений вот таких вот условий что-то требовать и впредь предотвращать будет сложно, вот как будет установлено, тогда государство может уже и требовать и заключенных соответствует этому режиму и всего остального. Леонид Юрьевич вчера, насколько я помню, встречался с Нургалеевым, стоял ли вопрос, обсуждался ли этот вопрос, что вам по этому поводу известно? Вы знаете, я не присутствовал, когда у них был диалог, но когда Леонид Юрьевич вышел, он собрал своих заместителей, меня в том числе, минут 10 он разговаривал о диалоге, который был, там конечно был затронут вопрос, Нургалеев сказал, что мы не звонили, но мы изучали ситуацию, которая происходит, за ней следили и все в надежде вздохнули, когда все закончилось у нас вот таким образом. Не шла ли речь о каком-то оказании помощи вот в этой ситуации со стороны России, так как Россия оказывает помощь вообще? Нургалеев сказал. Сколько я знаю, этот вопрос был поднят министрам и российские коллеги, они нашли это действительно важным и обещали всячески оказать содействие для того, чтобы изыскать средства дополнительно вот именно вот такого целевого характера, чтобы привести соответствие и не только следственный изолятор, но и иные изоляторы, которые держат и в районах и связаны с материально-техническим обеспечением не только эти изоляторы, но и в том числе и сотрудников правоохранительных органов, но как это будет реализовано и насколько быстро и эффективно, это, конечно, министр лучше, наверное, знает. Понятно. И еще один такой быстренький вопрос. Насколько часто посещают следственные изоляторы и не только Дрански, правозащитные организации, Красный Крест, Международный Красный Крест, может, международные какие-то организации? Насколько открыта вот эта вот вообще информация для правозащитных организаций? И есть ли какие-то вообще отчеты, рекомендации, которые они давали МВД, правительство Абхазии? Существует ли что-то подобное? Наверняка есть, но точно могу вас уверить в том, что препятствий людям с этих организаций никто не собирается. Если они изъявляют желание, то они не показывают. Адранский изолятор меня не пустили. Зря вы так активистично. Генеральный прокурор в том же приказе прямо прописано необходимости доступа общественных организаций для вот как раз-то чтобы это было более открытое, это была информация более публичная, но как раз-то будет положительно влиять на правопорядок. Если насуполомочен по правам человека, я знаю, что он посещает эти учреждения. Международные организации раньше ввели вообще программу по проблеме, которая такая вот очень она глобально связана с туберкулезными больными, которые мы тоже не раз понимали, это парламент и приглашали Министерство здравоохранения. Там действительно проблема, где невозможно сегодня обеспечить соответствующее медицинское обслуживание больных туберкулезом, как-то их отделить, люди общаются между собой на тех же прогулках, потом туда посещают родственники с детьми. Возможно, вы сами знаете, что эта болезнь передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период у него может быть очень длительный. У детей вообще иммунная система более крепкая. Я насколько поняла, наше Министерство здравоохранения собирается провести обследование. Сейчас есть программа диспансеризации и возможно затронут и следственные изоляторы и надо, конечно, отделять больных этой болезни туберкулезом от иных заключенных, проводить соответствующее лечение. Раньше международная организация поставляла препараты необходимые для них. Они дорогостоящие, проводили исследования. Сегодня эти программы с ДОО уже свернулись. У нас, опять-таки, возможности ограничены, но что-то предпринимается. Мы тоже будем это ставить в вопрос перед Министерством здравоохранения, чтобы как-то эту ситуацию привести в соответствие, не знаю, если это возможно, опять-таки, в силу наших ограниченных возможностей. Понятно, на этой оптимистической ноте, так как наше время закончилось, я позволю себе сказать вам большое спасибо за участие в разговоре и всем до свидания. Доброго вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова